Здравствуйте, уважаемые коллеги! Вот нас в окружающем пространстве незримо сопровождают две такие диагонали, вот так и так. Вот диагональ, которая идет вот как вот сюда вот, ну направо вперед называется психологическое будущее, а наоборот назад это психологическое прошлое. Вот почему каждый второй памятник Ленин у нас стоит вот примерно в такой позе. Он указывает путь к коммунизму. Почему коммунизм не спереди, не налево, как наискосок направо? Потому что это психологическое будущее. Почему отличники в школе садятся у окна вот слева на передних партах? Потому что для них доска это будет психологическое будущее. Они же учиться пришли, им еще в университет поступать. И наоборот прошлое, вот мы плюем через левое плечо, отбрасывая в прошлое. Официант носит посуду слева, должен носить. Будет ошибка, пойдет сзади вот к человеку, сзади слева, да, и сказать, Саша, ты извини, я был неправ, там проще. Уйди противный, уйди. Надо приходить из будущего психологического. Тогда он охотнее выслушает вас там, простит вас в конце концов. Признаете какую-то свою ошибку. Вот. А другая диагональ, вот туда и сюда, это вот, что там враг, справа друг. Официант подает справа. Правая сторона как более выгодная, что ли, правильная. А там вот встречные машины приближаются. Всадник в древние времена едет, и я навстречу еду. Это как-то, что на уме у него непонятно. Лучше так разъещаться по правой стороне, прикрываясь щитом, держа меч на готове. Отсюда враги приближаются. Поэтому здесь даже можно человек сидит, вот входит какой-нибудь посетитель, а он стол так поставлен, что он входит из зоны врага. И он уже встречает в штыки сразу. Ну, не то что с таки, но с всяким отрицательным отношением. А можно сказать так, что он пришел из будущего. Ну, человек из будущего. Деньги принес, сейчас заказ сделает. Совсем другое дело. Вот помните про эти две диагонали. Они вроде бы невидимы, незримы, но они существуют. Уважаемые коллеги, вот электрическая батарейка, на ней есть плюс и минус. Скажите, пожалуйста, плюс лучше минуса. Ну, уже положительный, наверное, лучше. Давайте распилим, и она перестанет работать. Плюсы и минусы должны сочетаться. Кстати, кто придумал плюсы и минусы обозначать на электричестве? Бенджамин Франклин, великий американский ученый, физик, который на 100 долларов изображен. Он не был президентом, именно ученый. А, скажем, магнит, вот подковообразный магнит взять, да? Там нет плюсами, там N и S. Вот если распилить его точно пополам, что будет? Полюса перестроится, и будет там уже N, S, ну, то есть, два будет длинных магнита, а не подковообразных. То есть, вот не бывает плюс, а без минуса, наоборот. Если хотите, в этом состоит вся диалектика. Самый простейший пример показать, что это такое. И бывает даже и больше бывает причин, сторонка вот события. То же самое в нашей психике. Не знаю, что вот все хорошо или плохо, да? Сейчас бывает, повадились люди, начинают что-то тестировать там, быстро соображать. Вот Ганс Айтинг, автор теста на интеллект, знаменитый, он так сказал, да, что тест психологии — это то же самое, что градусник в медицине. Купив градусник, вы не становитесь врачом. Мало ли что можно получить, в интернете есть тесты, сборники опубликованы. Другое дело, как трактовать эти события, позиции, вот эти результаты. А тут люди очень быстро берутся сразу сам решать. У всех детей измерим IQ, и мы сразу решим, кого куда в какой класс отправлять, и что из него потом получится. Это даже не расизм, это идиотизм уже просто какой-то. Вот, поэтому диалектика правит этим миром, и пусть она продолжает это делать. Продолжая разговор о ценностях Таллинской школы менеджеров, хочется вспомнить еще одну, которая так называется «Без жалоб и просьб». То есть Тарасов трактовал это так, да? Менеджер не жалуется и не просит. Менеджер предлагает варианты. Вот представьте себе ситуацию, да? Ну, школьники, допустим, задумали такую вещь, идут к директору школы или к заучу и говорят, вот скоро 1 апреля, мы хотим устроить в школе день дурака. А что это такое будет? Ну, там всякие стенгазеты повесим, приколы будут. Человек заходит, у него ведро воды выливается и прочее, прочее. Ну и заучу директор скажет, «Нет, ребята, давайте дискотеку проведем под конвоем, как-то поаккуратнее над этим». Почему? Они просили разрешения. Это неправильно. Другое дело, что тут членов ученического совета, там доверенные лица какие-то, умытые, причёсанные, приходят к директору с папкой и говорят, «Виктор Иванович, пожалуйста, вот мы подготовили план проведения дня дурака в нашей школе». Там написано его подпись, утверждаю план проведения, список мероприятий разных аттракционов, в конце список рабочей группы, который восстановит школу из руин после проведения праздника и подаётся директору. Они предлагают. Ты же вчера сам кричал, что давайте инициативы, ребята, давайте больше. Вот, подписывай, мы проведём. Мы не просим, мы предлагаем. И отказать уже трудно. Так что вот, управляй из любой точки и без жалоб и просьб. В поведенческой психологии очень важен язык жестов. Ну и тогда его доводить до абсурда, когда вот в книге Алана Пиза, допустим, что каждый жест что-то означает, как язык глухонемых. Может, это не совсем так, но, во всяком случае, что это считается, вот жест закрытости, когда сомкнуты руки и ноги. Нога на ногу, да. Я как бы внутри себя, я не очень в контакте, не хочу с вами общаться. Или, наоборот, когда человек невольно вот раскрывается, даже есть искреннее общение, политики начинают имитировать. Ну, не наши, конечно, а более западные. Их это мучает просто. Вы видите, такой открытый, расстегнутый в миджаке, я ваш, я муржиинский, вот у меня ладони открытые. Могу ли я врать? Оказывается, может. Вот. Ну, в том числе, есть какие-то национальные жесты, которые вот нас, говорят, перенимают бездумно. Ну, вот этот жест окей. Американский жест вроде бы, да. Вот. Но тот же самый жест, который у японцев означает деньги. Вот деньги мы так показываем, да, у японцев вот так. И, прощаясь с токийского аэропорту, с трапа самолетов, своему другу японскому показываете окей, он поймет, что у вас кошелек сперли, что-нибудь в этом роде, да. И вот в Средизаморской побережье, где-нибудь в юг, там, Франция, Испания и прочее, там этот жест означает зеро, ноль. Но где-нибудь там ближе к Португалии, вплоть до того, что это намек, что ты гомосексуалист. Там за это и побить могут. Вот надо поинтересоваться, какие жесты, что означают. Если у нас, окей, вот так что обозначается, да. В Греции этот жест означает после какой-то удачной шутки, здорово я тебя наколол. Или машину тормозят, так в Европе, таким жестом. Знаете, тоже могут неправильно понять. Стоит поинтересоваться, выезжая куда-нибудь за рубеж, они поймут ли вас правильно, если какой-нибудь привычный для себя жест, будете там исполнять, и что-то такое будет нехорошо. Вот это тоже важно. Все такие незримо читаемые сигналы, они бывают важнее, чем сказанные слова, выражения, тексты и так далее. Знаете, как-то давно читал еще, чуть ли не в школе, да, такой странный совет, что вот если вы выступать по аудитории, ну, должны, а вы боитесь аудитории, не очень уверены в себя, надо выбрать, вот, ну, какое-то самое доброжелательное лицо в этой аудитории, и вот как бы ему одному говорить, забыв про всех остальных. Вот представьте себе вот так лекции читать, да, буду смотреть на одного студента, не отрываясь, он будет под парту прятаться, на спину окружающих, так не бывает. На взгляд лектор, вообще выступающий, докладчик должен блуждать по аудитории, обращаться ко всем и к никому, как бы, да, или ко всем сразу. Вот был такой, ну, может, байка, такой забавный случай, вот, вручение Нобелевских премий. Вручается премия, потом лауреат должен выступить с Нобелевской лекцией, ну, или, как бы, за что ему дали премию. Ну, одно дело, там, по литературе, там, премия мира, там, вообще можно наболтать всякого, а там премии по физике. А аудитория, в общем, тоже такое светское общество, всякие дамы в бриллиантах и так далее. И вот кто-то из физиков, значит, читая свою Нобелевскую лекцию, ну, как бы, очень удачно вроде все изложил, свою концепцию, за что. Вот, потом на банкете кто-то его с друзей спросил, слушай, так здорово ты сегодня, ну, смог все это разъяснить, вроде аудитория-то не очень подготовленная, но вроде бы все поняли, как ты все это сделал. Говорит, а я, знаешь, я выбрал самое-самое глупое лицо в этой аудитории и говорил его, пока не понял, что он что-то начал понимать. Да? Говорит, а кто это такой? Вон тот джентльмен стоит, он у колонны. Это же президент Королевской академии наук. Ну, рожной такое бывает. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова